Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. О том, куда инвестировать в последнее время было достаточно много роликов, в начале года было большое количество роликов, поэтому если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, посмотрите ролики, которые выпускались в начале года, потому что пока что ничего особо не меняется и мы сейчас говорим больше о развитии мышления. И то, о чем хотелось бы поговорить сегодня, это такая, наверное, звучит очень громкая тема, что если вам возраст больше 35 лет, вы находитесь в очень-очень-очень-очень-очень высокой зоне риска, да, с вероятностью 80% что вы будете банкротом. Кто-то скажет, опять какая-то хайповая тема, опять Максим что-то хочет такое там напугать, настрашить, показать Армагеддон, но данная информация, данные факты, о которых мы поговорим сегодня в видео, они просто позволят посмотреть каждому на себя, на свою текущую финансовую ситуацию, понять какие существуют жизненные циклы у человека и почему в ситуации, когда происходит активный рост дохода, в ситуации, когда доходы очень сильно увеличиваются и вроде бы есть возможность откладывать, вроде бы есть возможность инвестировать. То есть почему мы этого не делаем и почему это приводит к тому, что после 45 лет у нас очень серьезно начинают снижаться доходы и мы находимся в зоне риска, люди объявляют себя банкротами, вплоть до того, что вы, наверное, не раз видели в информационных материалах, в различных статьях, что люди, которые являлись миллионерами, миллиардерами, они объявляют свое личное банкротство, подают в суд, защищаются от кредиторов, да, им списывают долги, кредиторы теряют деньги и эти люди соответственно больше не могут кредитоваться и по сути активы, которые у них были изымаются, изымаются там в принудительном порядке, продаются. Почему же все-таки это происходит? Очень важная история, я настоятельно рекомендую посмотреть данное видео до конца каждому из вас, плюс если у вас есть дети, если есть знакомые, у которых есть дети, обязательно посмотрите, потому что эти фазы жизненного цикла проходят практически каждый человек, который работает по найму. И если посмотреть на слайд, то можно увидеть, что фазы жизненного цикла практически любого человека, работающего по найму, выглядят следующим образом, да, я говорю это там сдохший динозавр, если визуально посмотреть, ну то есть это человек в возрасте 25 лет, соответственно получает образование и фаза жизненного цикла выглядит у него следующим образом, то есть есть порядка 10 лет фаза роста, очень активного роста, да, когда доходы растут очень сильно, причиной тому является, во-первых, низкая база, потому что первые зарплаты они достаточно невысокие, нет опыта еще, нет вот этого мастерства, нет вот 10 тысяч часов опыта, которые приводят к тому, что человек эффективно выполняет порученные ему обязанности. Соответственно, по мере того, как он нарабатывает вот эти вот 10 тысяч часов опыта своего, у него в этот промежуток времени очень активно растет доход. Доходы растут очень и очень активно, увеличиваются по такой некой экспоненте. Потом у нас наступает некая фаза платон, то есть доходы не растут, потому что, как правило, люди останавливаются в своем развитии, то есть они узкоспециализируются, определяют определенное направление деятельности, и после того, как наработано 10 часов практики, значительно и качественно повысить уже еще раз свою производительность не получается. Да, это можно привести некий такой пример машины, да, то есть когда машины чипуют, да, когда делают некий апгрейд их, чтобы было больше скорость, чтобы было больше крутящего момента, то есть есть там стейдж-1, есть стейдж-2, есть стейдж-3. И если стейдж-1 может стоить, там обходиться порядка тысячи долларов, стейдж-2, соответственно, может обходиться порядка пяти тысяч долларов, то стейдж-3 может обходиться пятьдесят тысяч долларов, при этом привавка в скорости и в крутящем моменте значительно не увеличивается, то есть там идет борьба, то есть для того, чтобы еще дополнительно вытянуть какую-то мощность, вложение непропорциональное, то есть там меняется абсолютно все, меняется выхлоп, меняется тормозная система, система охлаждения, меняется абсолютно на все машина может ехать там на полсекунды или там на одну секунду лишь всего лишь быстрее и в доходах примерно то же самое получается то есть у нас возможно stage 1 stage 2 но если мы говорим о stage 3 чтобы качественно то есть мы можем вложиться мы можем получить какое-то дорогое международное образование мы можем накопить какой-то значительный опыт но при этом это не приведет к какому-то значительному увеличению размера доходов да то есть получается возникает некое такое плато и после этого плато происходит достаточно резкий обвал резкий обвал в размере активного дохода причем скорость этого обвала она в два раза быстрее скорости роста предыдущего а когда мы с плато скатываемся мы скатываемся быстрее нежели чем растем и так называемая фаза убатка или фазы несуществования вот эти вот болезненные истории когда мы смотрим бабушки и дедушки пенсионеры которые достают кошелек и на кассе там выбирают хватает им на околоко или не хватает да то есть получается вот именно происходит такое проживание и здесь хочется просто в двух словах буквально рассказать почему так происходит при этом у нас есть бесплатный вебинар продолжительностью два с половиной три часа на котором я очень подробно разбираю каждую фазу жизненного цикла что в этот промежуток времени происходит почему мы активно растем почему занимаем папа фазу плато и почему происходит резкий спад на данный мастер-класс вы можете попасть абсолютно бесплатно ссылка находится в описании под данное видео проходите смотрите я думаю это будет очень полезно приглашайте своих родных и близких посмотреть непосредственно этот ролик ну что ж давайте мы посмотрим непосредственно на этот слайд и поймем почему мы наблюдаем такого сдохшего динозавра в плане нашего жизненного цикла как я уже говорил да первая фаза это 10 лет фаза роста она разбивается еще на две фазы которые мы рассматриваем в вебинаре что в этот промежуток времени происходит в промежуток времени происходит человек как правило предназначен сам себе то есть это или молодой человек или молодая девушка до которой закончили образование они вылетели из гнезда и выходят во взрослую жизнь ключевым в этот момент является удовлетворение базовых потребностей где жить что есть удивляться какие-то хобби развлечения путешествия собственная значимость да то есть я хочу модный классный телефон я хочу там купить какую-нибудь машину пусть она будет бы ушная да пусть она будет там не очень дорогая но тем не менее хочу сам непосредственно есть то есть в этот промежуток времени происходит удовлетворение базовых потребностей и для удовлетворения этих базовых потребностей не требуется каких-то больших денег даже человеку чтобы накормить самого себя ему не нужно нести какие-то очень высокие затраты это первая история вторая история причина которая является то что мы потом дальнейшем выходим на фазу плато и причины падения то вот эти вот фаза спада да она как раз таки начинают загладываются в фазе роста что в этот промежуток времени происходит человека у которого относительно еще не высокие доходы из-за того что он в процессе своей трудовой деятельности нарабатывают опыт и у него доходы все равно растут и растут гораздо быстрее чем среднем профессии чем среднем по стране база низкая откуда он растет вот стремление удивляться получать что-то новое понтоваться приводит тому что они берут какие-то потребительские кредиты в этот промежуток времени получается у человека еще незначительный трудовой стаж у него отсутствует кредитная история у него достаточно низкий кредитный потенциал и в этот промежуток времени когда человек начинает брать благосостояние из будущего чтобы потратить деньги кредитные на свое текущее потребление он берет практически самые дорогие кредиты которые будут в последующем всю его жизнь то есть в этот промежуток времени получается, когда доход относительно невысокий, получается, что кредитная нагрузка самая дорогая, но она не является устрашающей для человека, то есть он не задумывается о том, что это кредиты дорогие. Почему такое происходит? Потому что банки, которые выдают кредиты таким заемщикам, они понимают, что у них низкая кредитная история, короткая кредитная история, низкий кредитный потенциал, и они дают кредит немного. С одной стороны, кредиты в этот период самые дорогие, с другой стороны, они маленькие по своему размеру. И получается, в структуре кредитного платежа, сколько платит человек первые 2-3 года потребительского кредита пятилетнего, 70-90% составляют проценты банку. Но опять же, это не носит угрозы, потому что доходы растут очень быстро, и человек, ну господи, взял я потребительский кредит айфон в рассрочку, взял 100 тысяч рублей, ничего страшного нету, но буду я по 20 тысяч рублей отдавать. То есть, у него кредитная нагрузка 100 тысяч, она невысокая, хоть и высокий может быть процент при этом. Что в дальнейшем происходит? Именно фазу роста, да. То есть, люди встречаются, люди влюбляются, женятся, у них появляются дети. И здесь возникает вопрос, что женщина, как правило, в этот промежуток времени говорит, слушай, ну и начиная от того, что я буду строить карьеру, заканчивать тем, что если я буду рожать, я хочу рожать в собственном доме, да. То есть, я не хочу снимать, жить в какой-то съемной квартире. При этом получается, что доходы уже растут, кредитный потенциал более высокий. Кредитная история есть, человек может, уже семья, уже вдвоем, они, соответственно, могут потянуть ипотеку. То есть, они в ипотеку покупают квартиру, считают, что они платят непосредственно свои собственные деньги. Но что происходит? Появляется ребенок, и получается, было сложение капитала доходов двух супругов. И для них было подъемно, в принципе, платить ипотеку. А тут супруга уходит в отпуск по уходу за ребенком, да, до трех лет. И доходы у него падают. И у единственного супруга возникает обязанность, чтобы у него доход рос такими темпами, чтобы он мог позволить содержать себя, супругу и еще нового появившегося человека, который в этот промежуток времени, что называется, появился. Выплачивать ипотеку и ввести текущие, удовлетворять текущие базовые потребности. Опять-таки, накормленное обучение, питание, средства гигиены, которые мы непосредственно в этот промежуток времени получаем. И возникает вот этот вот риск. То есть, с одной стороны, доход по-прежнему продолжает их потенциально расти достаточно быстро. Но у нас получается, что как только мы задумывались, а как бы нам что-нибудь отложить на будущее, у нас получается, что рост кредитной нагрузки, при этом кредиты становятся более дешевыми. И то есть, как рассуждает человек в этот промежуток времени. Я платил по кредиту, не знаю, там 30 тысяч рублей, да, и у меня кредит был 150-200 тысяч рублей, а я теперь буду платить за кредит там те же самые суммы, у меня будет тот же самый ежемесячный платеж. Он будет более дешевый, и поэтому в кредит я могу взять уже не 150-200 тысяч рублей, а 500 тысяч рублей, например. То есть, происходит плавное такое увеличение кредитной нагрузки. И получается, что в фазу, когда у нас есть наибольшая возможность для того, чтобы откладывать денежные средства на инвестиции, то есть, что мы должны сделать? Мы должны вот в период, когда у нас активно растет доходы и удовлетворение своих потребностей, можно поставить под контроль. То есть, мы можем откладывать на будущее, то есть, сглаживать, да, когда у нас активный доход начинает падать, снижаться размер активного дохода, у нас должен существовать некий компенсационный механизм, который будет нам, вот платон, на котором мы находимся, он будет поддерживать. Причем, сначала это относительно небольшие суммы, и с большим возрастом эти суммы должны становиться все больше и больше. Почему именно вот эта формула, которая действует в инвестиционном консультировании, планировании западном, почему у вас должно быть консервативных инструментов столько, сколько вам лет? Потому что, если мне в 2023 году 25 лет, то в этом случае я могу 25% своих инвестиций направлять в консервативные инструменты, а 75% в агрессивные инструменты. И эти 75%, которые я направляю в агрессивные инструменты, если их цель, то есть целевой уровень, они должны будут начать работать, я должен начать с них получать доход в 2044 году, то есть получается через 20 лет. Через 20 лет я сегодня должен создать механизм компенсационных инструментов, которые через 20 лет начнут мой выпадающий уровень активного дохода, они мне начнут компенсировать. Так как это длительный промежуток времени 20-летний, то я большую часть своего инвестиционного капитала могу направить именно на более рисковые инструменты. А когда у меня уже высокий уровень дохода, когда это возраст 45 лет, то я могу сюда направлять не более 55% инвестиционного капитала, который я непосредственно направляю. То есть фазу роста и фазу плато нужно активно использовать для того, чтобы создавать вот этот компенсационный механизм, который будет компенсировать выпадающие активные доходы. Что ж, давайте продолжим. Не буду сейчас рассказывать опять-таки про фазу плато, что в этот промежуток времени происходит. Давайте поговорим о фазе спада, то есть что приводит непосредственно к спаду. К спаду приводит следующее. То есть дети вырастают, платежи по ипотеке каким-то образом заканчиваются, но дело в том, что это мы взяли конкретного человека, который в возрасте 25 лет. То есть нужно понимать, что с временным лагом, допустим, в 10 лет появляется новый человек, у который начинает проходить всю ту же самую фазу жизненного цикла. То есть появляются новые люди, приезжают люди из регионов, которые амбициозные, у которых много энергии, которым нужно на самом деле для того, чтобы работать, им нужно удовлетворять только свои базовые потребности. Им нужно снять квартиру, им нужно там какие-то развлечения делать. А у них дорогие кредиты, им нужно зарабатывать и они готовы выполнять ваши функциональные обязанности на работе за меньшие деньги. То есть они начинают как бы снизу, вот это вот молодое поколение, молодой рост, оно начинает поджимать вот этих вот, назовем их в кавычках старичков в возрасте от 35 до 45 лет. То есть появляется некая порцель, которую воспитывать в том числе нужно. Им нужно увеличивать доход. Как им увеличивать доход, если вам постоянно в этом случае доход расти? Это опять к вопросу стейдж 3. То есть почему возникает фаза плата в возрасте между 35 и 45 годами, потому что получается, что вам меньше платить невозможно, ну потому что элементарно есть конкуренция на рынке труда, но и увеличивать за счет того, что растет производительность труда, вам тоже не увеличивают, потому что есть молодая поросль, которая приходит, взращивается и ей нужно этот доход увеличивать. И поэтому вот это возникает фаза плата. И что в этом случае происходит? А в этом случае происходит следующее. Колоссальный размер кредитной нагрузки, потому что в этот промежуток времени может появиться второй ребенок, может появиться третий ребенок. Нужно улучшить жилищные условия, нужно купить загородный дом, нужно обновить автомобиль, нужно, не знаю, катер себе какой-то купить, на рыбалку хочется ездить, на охоту хочется ездить. То есть возникают такие достаточно дорогостоящие увлечения. Путешествовать люди начинают активно в этот промежуток времени. И опять это происходит все за счет кредита. Ну а что? Зарплата стабильная, зарплата высокая, мне бонусы выплачивают квартальные. То есть я достаточно эффективный, меня очень хорошо ценят на работу. И в этот промежуток времени из-за того, что кредиты самые дешевые, так называемые скоринговые системы, посмотрите, да. Можно там запросить бюро кредитных историй, и в бюро кредитных историй соответственно есть коэффициент, по которому оценивают. То есть самые классные, самые надежные заемщики для банков, да, это как правило люди, которые работают в крупных компаниях, в стабильных экономических условиях, в стабильной отрасли экономической, занимают какие-то руководящие позиции, желательно, чтобы они были женаты, у них было один-два ребенка, да, чтобы они держались за свою работу, потому что банку что важно? Важно, чтобы была выплата. И в этом случае банки преимущественно зарабатывают на молодой поросли в возрасте с 25 до 35, потому что там самые высокие кредиты, а вот это плато, да, людей, которые там в возрасте от 35 до 45, которые самые надежные, им можно снизить размер кредита, но увеличить размер кредитной нагрузки, то есть им можно дать больше денег под меньший процент. И что происходит в этот промежуток времени? В этот промежуток времени, когда мы занимаем плато, молодая поросль поджимает, и у работодателя возникает вопрос, а стоит ли мне, вот этому 45-летнему человеку платить по-прежнему такую заработную плату? И здесь получается не то, что вам начинают уменьшать заработную плату, она просто перестает расти. Ее индексируют на уровень инфляции, но реальные доходы не растут, а инфляция по-прежнему остается, да, то есть располагаемый доход начинает уменьшаться. А кредит как был, кредитная нагрузка, так и осталась, а платежи как были, так и остались. И в этом случае что происходит? Хопа! И в определенный момент начинаются какие-то непонятные кассовые разрывы. Вроде бы заплатил по всем кредитам, всем кому должен заплатил, все это не критично, но до зарплаты буквально не хватает там 3-4 дня. И вот начинают такие звоночки, да, постепенно выскакивает, где-то в возрасте 37-38 лет, то есть возникают какие-то кассовые разрывы. И сначала они не критичны. Что происходит в этот промежуток времени? Человек говорит, ну окей, хорошо, я сделаю реструктуризацию своей кредитной задолженности, а банка говорит, дружище, не сделаешь! Нет. Еще кредит взять? Говорит, а смотри, у тебя кредитный потенциал исчерпан, у тебя и так высокая кредитная нагрузка, у тебя есть ипотека, у тебя есть автокредит, у тебя есть потребительский кредит, у тебя есть две кредитные карточки с лимитами. Я тебе больше дать не могу, а если дать и могу, и это тоже плавно происходит, а если дать и могу, то это будет более высокий процент. Никаких обид, чисто бизнес, дружище, пойми, что ты для меня превращаешься в рискового заемщика, поэтому я тебе дам более дорогой кредит. Или ставочка может быть останется такой же, но даже меньше будет, но застрахуй свою жизнь. Потому что возраст у тебя такой, что высокий риск, и купи-ка ты страховку жизни, которая составляет до 15-20% размера кредита, который берешь. И люди тоже опять-таки не считают, а попадаются на это. И что происходит? В промежуток времени с 45 до 50 лет происходит замещение кредитной нагрузки. Каким образом это выглядит? Человек не может перекредитоваться, ему дешевые кредиты уже не дают. А сама кредитная нагрузка, тело, долго, сколько он должен, по-прежнему высокая, она там плохо начинает погашаться. И в этот момент дешевые кредиты, размер кредитной нагрузки остается тот же, а стоимость кредита, то есть стоимость обслуживания этого кредита, начинает расти. И получается, прожили мы такую замечательную жизнь, прошли вот эти вот фазы жизненного цикла. И в конечном счете мы смотрим канал Max Capital, мы подписаны на Максима, мы понимаем прекрасно, что нужно инвестировать, что нужно откладывать, для чего мы это все понимаем. Понимаем, осознаем, все хорошо, все классно. Максим, все говоришь правильно, буду все это делать, но вот у меня есть кредит, я его сейчас по-быстрому закрою, да, и потом буду делать так, как ты говоришь. Замечательный проект Миллион за восемь. Слежу, вижу, все классно, хорошо, вижу, что и отзывы люди пишут, результаты получают, и сам бы хотел. Теоретически, в принципе, и возможность есть, но вот чуть-чуть попозже. Почему чуть-чуть попозже? Потому что проживаешь вот этот вот жизненный цикл. И в конечном счете, в возрасте 45-50 лет мы оказываемся перед фактом, что у нас активные доходы реальные снижаются, а компенсационного механизма, который бы компенсировал эти выпадающие доходы, нет. И что происходит в этот промежуток времени? В этот промежуток времени дом загородный, который ты купил на фазе плато, вдруг ты понимаешь, что ты его содержать не можешь, типа его бы по-хорошему продать. И я видел эту историю, когда жил в Воронеже, да, человек, у которого я снимал квартиру, он меня просто привозил, в Чертовице есть такой город под Воронежем, да, на берегу красивой реки Воронеж. Он говорит, я в этот дом в свое время вбабахал там 2,5 миллиона долларов, в деревне. То есть в деревне ему хотелось так, как он хочется, он же верил, что всегда так будет. И теперь я понимаю, что я его даже там за 300-400 тысяч долларов не продам. Ну, то есть его просто элементарно никто не купит. Размер глупости, да, какой. А продавать надо. То есть приходит и говорит мне, действительно, конкретно моя ситуация. Открывает шкаф, говорит, вот вещи, все модные, вот часы, вот омега. Купи, я их вообще практически не носил, да, то есть человек оказывается в этой стадии. Я тогда еще не увлекался high-end акустикой, да, то есть без разницы было, какой звук, да, и как это звучит. То есть я видел колонки, на которых подиумы весят там по 50 килограммов. Шикарная аудиосистема, которая отдается в 23 раза дешевле. Почему? Потому что есть кредитная нагрузка, потому что эту кредитную нагрузку, ее нужно нести, ее нужно погашать, а денег нет. И получается, что даже какие-то хорошие качественные вещи, которые куплены, человек начинает очень сильно и резко падать, да, он становится банкротом. И поэтому основное резюме, когда мы говорили про жизненные циклы инвесторов, какое нужно вынести из того, что я сейчас рассказал. Первое, нужно понимать, что по этому пути идет абсолютное большинство людей. Второе, статистика Росстата говорит о том, что у нас в России более чем у 70% людей нет подушки безопасности даже на 6 месяцев жизни. И мы должны понимать, что еще раз 80% людей, которые проходят эту фазу жизненного цикла, мы должны понимать, что если нет подушки финансовой безопасности, фаза спада, она может прийти очень неожиданно. Еще раз, в абсолютном временном периоде 5 лет это не так много. Особенно, когда смотришь на детей своих. Еще недавно это был клоп вот такой, на одной руке помещался, когда родился. А сейчас это 5-летний ребенок. 5 лет, ребят, это очень быстро. И поэтому получается, что чем старше мы, тем быстрее нужно формировать компенсационный механизм за счет роста активного дохода. И чем моложе мы являемся, тем раньше можем мы задуматься о том, как формировать этот механизм. И получается, что мы просто просираем, извините, может быть, за столь резкое слово, мы не используем возможности, когда это делать достаточно легко, когда у нас активно растут доходы. То есть мы во время активного роста дохода не задумываемся о создании компенсационных механизмов. Еще раз, две вещи, которым хочется подытожить данное видео. Первое, я приглашаю на вебинар, на котором мы рассматриваем это более подробно. Прям расписываю каждую фазу кредитного цикла, можно вот вкратце даже показать. Разбирается фаза роста, что у нее есть фаза импульса и фаза инерции, что в этот промежуток времени. Разбирается фаза плато, что происходит в этот промежуток времени. Разбирается фаза спада, что происходит в этот промежуток времени, что доставляет комфорт, что доставляет дискомфорт. И какие конкретные действия нужно совершить, чтобы находиться в зоне комфорта в каждой из этих фаз. И что, соответственно, будет тригерить, что будет разрушать ваш уровень спокойствия и комфорта в каждой из фаз жизненного цикла. Ну и второе. Есть замечательный проект 1 миллион за 8, у которого горизонт инвестирования те самые 15-20 лет. То есть если вы в возрасте до 35 лет, то начинайте прямо сейчас, вне зависимости от того, в какой фазе экономического цикла находится мировая экономика, начинайте прямо сейчас создавать компенсационные механизмы. Ребята, у вас 20 лет. 20 лет это как минимум 3-4 спада за этот промежуток времени произойдет. И как минимум будет 3-4 фазы роста, подъема. 2 трети времени мы будем расти, 1 треть времени будем падать. Сейчас находимся в нисходящей фазе. Хороший момент, чтобы начинать. Соответственно, что делать вы знаете. Все ссылочки в описании к данным видео. Проходите, смотрите, присоединяйтесь. Буду рад видеть вас в одной упряжке. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...